Праздник Ведения в охранку Святой Богородицы Праздник имеет период, состоящий из нескольких дней до праздника, предпраздничества, затем по праздниству. Кроме того, сегодня мы отмечаем День Успения благоверного князя Александра Невского. Я сердечно поздравляю всех наших Александров с Днем их Ангела. А завтра мы отмечаем другой праздник Святой Великой Мученицы Екатерины. Также поздравляю всех будущих именинниц. Сегодня я хотел бы заострить ваше внимание на образе великого полководца Древней Руси Александра Невского. Обычно в нашем сознании Александр Невский предстоит как победоносный воин, который одержал несколько блестящих побед. И обычно этим ограничивается наше представление о нем. Но надо знать, что Церковь Святая причислила Александра Невского к лику святых дней за то, что он был блестящим воином, а по другим причинам, которые я надеюсь сейчас затронуть. Во-первых, надо отметить, что Александр Невский действительно был и вошел в историю как великий полководец. И когда произошла битва на Невер, Александру было всего 20 лет. Другое сражение на Чудском озере ему было только 22. И вот его слава, великого полководца, великого князя, достигла даже Европы. И Папа Римский послал к нему делегацию и предложил в обмен на его признание Рима дать ему титул, короновать его на императорский титул и провозгласить его императором. Александр Невский, как молодой человек, это могло очень прелестить. Приезжает иностранная, инославная делегация и предлагает ему такие почести. Но с другой стороны, Александр понимал, что в XIII веке, когда он жил, между прочим, наша Курская икона, она современница Александра Невского. Представляете себе? Так Александр Невский понимал, что если он признает Рим как политическим центром тогдашней, как бы, цивилизации, они начнут притеснять православных, вынуждая их перейти в католичество. Вспомните, это тоже был период, XIII век был период крестовых походов. И уже потом, впоследствии, крестсоносцы, рыцари католические, которые пошли якобы освобождать Святую Землю от бусурман, как они поступили из Константинополя, разорили его, увезли святыни, иконы, мощь из Константинополя в Рим и другие итальянские города. И всюду, где они распространяли католическую веру, среди туземцев, они вынуждали их принимать веру. То есть, миссионерство тогда, в западном понимании, это был кнут, а не добровольное решение. И, конечно, Александр Невский этого опасался. И, несмотря на то, что он выиграл две битвы против западных завоевателей, с Востока уже пришли монголы и совершали пустошительный набер. И Александр Невский, этот гордый, талантливый воин, пять раз ездил в Орду, становился на колени перед властителями и просил не брать чрезмерно много даний, чтобы неокончательно разорить экономику Руси. И Александр Невский пошел на это, потому что он понимал, что монголы, в отличие от, кавычках, христианского запада, не будут трогать церковь православную, не будут ее преследовать, ее верующих преследовать. Это было трудное решение Александра, потому что его современники, другие князя, изрядно ругали его, осуждали его, не понимали этого странного князя, зачем он идет на поклон, в Орду и просит им милости. Лучше бы он, вдохновившись победами на Западе, пошел бы оружием и против монголов. Но Александр Невский понимал, что Русь была не готова воевать столь мощным врагом с Востока. В Руси нужно было выжидать, собирать, копить силы. Вот почему он ездил в Орду, в надежде на то, что ему удастся это сделать. Его отец, кстати, был отравлен монголами в Орде. И, по-моему, историки говорят, что он на обратном пути из Орды к себе в Новгород, его тоже отравили, в конце концов. Но, понимаете, почему мы церковь прославила Александра Невского? Не за ратный подвиг, а за то, что он сохранил православную Русь. Если бы не Александр Невский, который удержал с западной стороны разорения Руси и сдерживал, как мог, монголов. И благодаря этому Россия жила, церковь русская процветала и достигла сегодняшнего дня. Так что будем, взирая на икону Александра Невского, помнить вот эту сторону его подвига. Будем и в нашей жизни, когда Господь посылает нам очень сложные, ставит нас перед очень сложными решениями, вспомним, как Александр Невский отнесся к своему подвигу, к своему решению. Вера превыше всего. Александр Невский жил по принципу, высказанному патриархом Тихоном, когда было воздвигнуто страшное гонение на русскую православную церковь после большевистского переворота. Он говорил, «Пусть имя мое исчезнет из истории, лишь бы жила церковь». И Александр Невский мог повторить эти же слова. «Пусть имя мое будет вычеркнуто историей, лишь бы жила Русь. Аминь». Субтитры создавал DimaTorzok